Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Ветер, узловая скорость, морские мили – все это парусный спорт. В Самаре первый яхт-клуб появился в 1909 году. Однако, кроме парусного спорта, здесь развивали легкую атлетику, гимнастику, плавание и конькобежный спорт. Сколько сегодня в Самаре яхт-клубов, чем они занимаются и в каких регатах участвуют, мастеру спорта расскажут. Перворазрядник по парусному спорту Константин Никитин и мастер спорта СССР Александр Коломеец. Здравствуйте! 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 Расскажите, какие последние старты у вас были и с каким результатом вы оттуда пришли? Этот сезон для команды яхты «Сани» – это спортивная лодка крейсерская – был очень удачный. Последний старт мы стартовали буквально в субботу. Это были соревнования на Жигулевском море. Мы заняли третье почетное место в соревновании «Мемориал Лушникова». Это почетный тренер в Тольятти. Учитывая, что в Тольятти акватория большая и много собирается лодок, в этом старте тоже принимало порядка 25 лодок. Это неплохой результат для команды. Немножко, так сказать, о лодке самой, на которой гоняется команда «Сани». Это 9-метровая крейсерская яхта, перегруженная парусами. Ширина ее 3,05, осадка 2 метра. А высота мачты над уровнем воды – это 14,5 метров. То есть это гоночный аппарат, обустроенный для длительного проживания, как и все крейсера. То есть там есть камбус, это кухня, гальюн, это туалет, спальные места для шести членов экипажа. Два основных паруса – это грот-стаксель, по которым меряют лодки. 60 квадратных метров. И дополнительный. Это он где находится? Передний стаксель, задний грот. И дополнительный пузатый парус на попутных курсах – динатер у нас. На попутных курсах не один генайкер, а в гонках разрешается использовать порядка трех генайкеров. На борту может находиться. И вот у нас один маленький, 56 квадратных метров, и два больших, по 90 квадратных метров. Вот эти паруса, которые используются на попутный ветер. А какие скорости ваша лодка развивает? Значит, буквально это как бы зависит от умения команды, первое. От условий, в которых гоняется. Если ветер не сильный, ласковый, то и скорости, естественно, ласковые, доступные. А когда хорошая команда и крепкий ветер, который щекочет как бы нервы, значит, все подкатывается к горлу, то и скорости, соответственно, подымается под маленьким генайкером. Вот в последнюю субботу выдавали где-то порядка 12 узлов. А если по сухопутному, это сколько? Ну, грубо 20 километров в час, может, и побольше. Ну, понятно, что на Земле скорость 20 километров в час, а на воде разные, да, ощущения? Разные, да. Это несравнимые две вещи, когда дует ветер, когда волна, когда, значит, вот эти три тонны вместе с экипажем лодка несется, значит... Выскативает на глиссирование при 16 километров в час. Самые большие, я, по-моему, 25 километров в час вот развивали, я запомнил. Вы, может, быстрее, я не знаю. Вот как Александр говорит, кто за рулем сидит, он чувствует себя на велосипеде. То есть чуть-чуть вправо-влево... Она может лечь. И лодка может как бы не перевернуться, но сделать, уйти в брочинг – это непроизвольный поворот. И, значит, ложится парусами лодка на воду, пытаешься растравиться. То есть о месте в соревнованиях в этот момент уже можно забыть практически, потому что ты стоишь на месте, борешься со стихией, вытаскиваешь из воды этот невод уже, парус превратившийся в невод, и, короче, вот эти проблемы возникают. Поэтому от слаженности команды, тот, кто управляет парусами и кто управляет лодкой, это очень тонкая связь, и надо работать. А как она налаживается, эта связь? Годами. Тренировками регулярными. Ну, нам позволить регулярные тренировки не может то, что мы все-таки любители, любительский спорт, и встречаемся все больше на соревнованиях. Первые дни что-то не получается, а дальше все, все навыки вспоминаются. Вот под маленьким генакером у нас баковый матрос, он как-то немножко тоже проморгал, хотя я его угротом закрывал, это все дело, он даже на эту сторону переходил, и наполнялся, он чуть ли не взлетал. То есть ветер был достаточно крепкий, мы получили массу удовольствия. Если бы новичок был с нами, конечно, это было бы для него каким-то кошмаром. Вот, те люди, которые первый раз попадают на лодку, и зеленеют бывает, и все бывает. А для хорошей команды это определенный драйв и уверенное место. Мы в общем зачете финишировали третьим, потом, учитывая, что лодки по построению все разные, и по размерам разные, вот, у нас существует гандикап. Ага, вот об этом, да, расскажите. Да, гандикап. У каждой лодки мерители обмеряют эту лодку и присваивают, выдают мерительные свидетельства. Гоночный бал. И определяют гоночный балл А и Б. И потом судейская коллегия, которая, значит, приняла цифры по приходам, вносит это все дело в программу, она умножает на А и Б. Время на коэффициенты, получается уже... Реальное место. А, то есть может быть такое, что та яхта, которая финишировала первой, может и не занять первое место? Да, да. Такое бывает, вот как в конкретном случае, на Кубке Лушникова пришла Тольяттинская, первая лодка пришел большой, 40-футовый, это 12-метровая лодка «Преведь». Вторая пришла, значит, лодка «Стелла Морис», это 37-футовая лодка. Мы вот 30-футовая лодка, и дальше у нас 8-метровая лодка «Альфа». И вот она с успехом, ну, она маленькая, она пересчитала всех нас, но там надо тоже иметь мужество и как бы навыки, чтобы бороться. То есть в парусном спорте большая лодка не всегда лучше, да, еще? Есть много нюансов, от которых даже не зависит этот... Ну, от человека не зависит это все дело, просто-напросто. Зависит от дистанции, от погоды, от других условий. А вот вы уже назвали длинные гонки, короткие гонки. Вот тут нюансово, расскажите, в чем разница? Есть олимпийский класс, по олимпийской системе, по треугольнику гонки короткие, то есть они дневные, их могут проводить две гонки, три гонки, значит, в день. А есть маршрутные гонки, километраж до Сызранского моста, от Осипенко на Траверзе до Сызранского моста, обратно, тут еще вдоль города и, значит, финиш. Это 100 миль, это по-нашему, так сказать, 186 километров в километрах. Или в Тольятти 130 миль до Ульяновской и назад до Сенделия и финиш. Тоже бывает. Это маршрутные гонки, которые длятся... По два, по двое, трое суток бывает. А ночью тоже идет? И ночью все. Ном-стоп. То есть без остановок? Без остановок. То есть вам дали старт, дали финиш? С использованием только ветра. Ну, а расскажите, как ночью можно увидеть, куда идти? Ну, по буям, по приборам. Александр, да, расскажите подробнее о ночных гонках, как это все происходит. Ну, вечером дают старт, скажем, если мы областные соревнования проводятся. Мы обычно в Тольятти проводим такие длинные гонки. Мы стартуем, темнеет. Там выставлены буи латеральной системы для пароходов. Но мы едем, видим, где светится. И придерживаемся примерно этого курса. Это был Парусный спорт на телеканале Самара и ГИС в программе Мастер спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин